Всем привет! Сегодня у меня Edge Galaxy S6. Та же проблема, что и у предыдущего сам-брата. Буквально пару дней назад снимал, не заряжается телефон. Судя по всему, проблема опять же в модуле нижним. Только модуль у Edge. Кодовое название телефона GE925. У шестерки простой GE920, по-моему, а это GE925. И они немного конструктивно отличаются. Если на предыдущей шестерке кнопка меню и кнопка возврата присоединялись к модулю с помощью отдельных тонких шлифов, то здесь, как видите, они находятся уже непосредственно на самом модуле, что облегчает задачу, облегчает демонтаж, монтаж и по времени и конструктивно. Соответственно, займёт там минут 10. Просто старый сняли, новую поставили. Вот. Без всяких дисплейных модулей. Давайте проверим. Включаем. Включаем. Добавляем. Пытаяю подключить слепую, что не есть хорошо. Давайте отстегнём и подключим. Включаем дисплейный модуль. Как видите, зарядка пошла, довольно часто в последнее время носят S6, AG тоже. Разъем зарядки летит или сам шлейф, не знаю, потому что сам разъем непосредственно я еще ни разу не менял, как-то не приходилось, да и не видел я их в продаже у нас. Конечно же они есть, но мне кажется, что здесь кнопка стоит довольно сложновато будет поменять сам разъем. Вот, меняем сборный модуль. Тут уже отломан, разъем наушников, то ли телефон разбирали, то ли он упал и отломался, не знаю. Здесь два винтика, в отличие от шестерки. Видите, как просто снял. Снимаем пластик защитный. Вставляем. Два винта. Закрепили. Снимаем. Закрепили. Закрепили. Перестегиваем на новый модуль. Закрепили. Застёгиваем системную плату в платье, укладываем в плату. Заметно быстрее и проще, не подвергая опасности дисплейный модуль, дорогой и очень тонкий. Всё. Зарядка пошла. 5-10 минут, всё готово, порядка 30 евро стоит эта работа. Нижний модуль стоит, не знаю, что только 10 евро. Всё, закручиваю телефон. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем удачи в работе, до новых встреч.